Ведущий специалист Российского национального музея музыки, она методист, и она все знает про усадьбу Шаляпина и про Федора Ивановича. Татьяна, я вам передаю слово, пожалуйста, пожалуйста, вам слово. Благодарю, Михаил Аркадьевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в Российском национальном музее музыки на этой акции на «Ночи музеев» в формате онлайн. Надеюсь, вы уже побывали на презентации нового мультимедийного проекта «Музыка героев», совершили променад и визит к Петру Ильичу Чайковскому, который отмечает в этом году свое 180-летие, и пришли сейчас к нам, к этому уютному особняку, особняку со флигелем. И в этот замечательный весенний вечер я не могу не включить один из роскошных романсов Федора Ивановича Шаляпина на музыку Петра Ильича Чайковского. Благословляя вас, Лиса. Давайте послушаем. Благословляю вас, Лиса. 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 его имени. Надеюсь, так вы и сделаете, когда откроется наш музей и музей Петра Ильича Чайковского, именем которого, кстати, и был назван Новинский бульвар с 1940 по 1994 год. То есть этот дом, эту усадьбу называли не усадьбой Шаляпина на Новинском бульваре, а коммуналкой на улице Чайковского, дом 25. И наша экскурсия сегодня будет необычной. Не только потому, что она пройдет в таком немножко непривычном формате, но и потому, что мы покажем вам фотографии из фондов Российского национального музея музыки, и из коллекции фотографа-коллекционера Артема Задикяна, и из коллекции главного реставратора этого дома Галины Духаниной. И сама тема коммуналки Шаляпина не является особо распространенной, и о ней очень-очень мало информации. Поэтому я надеюсь, что эта тема будет вам любопытна. И также любопытно было вернуться сыну Федора Ивановича Шаляпина после многих лет отсутствия на родине. Он уехал в Рим, потом в Голливуд. Он много снимался, как говорил Федор Иванович, Федя снимается в Холливуде. И когда вернулся Федор Федорович в Москву, он увидел дом вот в таком состоянии. Давайте посмотрим. Вот так он выглядел. Это Федор Федорович, а это последний секретарь старшей сестры артиста Анатолий Попов. И фасад дома мы ещё рассмотрим вот на этой фотографии. Этот снимок сделан практически за много времени, за 10 лет до того, как приехал Федор Федорович. Это Борис Фёдорович, старший брат Фёдора Фёдоровича вместе со своей супругой Хельчинь. И посмотрите, как они внимательно рассматривают бюст великого русского баса, работы Алексея Елецкого. Многим нашим сегодняшним гостям кажется, что этот бюст – современная работа. Но на самом деле его открыли в 1957 году. То есть представьте, роскошный сад на десятину вырублен. Вместо него заправка для дизельных автобусов. Вместо беседок небольшие помоечки. Между флигелем и домом перетянуты в верёвки многочисленных жильцов, на которых сушится бельё, простыни и так далее. И открывается белый-белый памятник человека, который в своё время, в 1910 году, приобрёл этот дом у супруги купца, занимающимся серебром, Капитолины Евгеньевны Баженовой. И посмотрите на следы краски. За три года они ещё даже окончательно не смылись. И вот этот самый фасад, этот самый бюст, только в гораздо более плохом состоянии. Это 1978 год. За небольшое количество времени до того, как начнётся реставрация. И этот дом, эту усадьбу собирались сносить. На самом деле дом под угрозой сноса был практически сразу после того, как сделали из него коммуналку в 1918 году, после его национализации. А сам Фёдор Иванович после революции долго не верил в то, что дом, купленный им, больше не его. И он спрашивал у Иолы Игнатьевны, что значит, скажи мне, реквизация квартиры? Платят за это или нет? Неужели поселят в нашу квартиру кого-нибудь? Ну да, взяли и поселили. Во Флигеле поселили 8 семей, а во сам дом 16. И в таком состоянии усадьба простояла до 1978 года. Пока дому не повезло. И он был передан на государственный баланс музея Глинки, ныне Российский национальный музей музыки. И началась длительная реставрация. На документацию ушло 2 года. И на сам процесс реставрации ещё 8 лет. И во время нашей экскурсии я буду вам показывать фотографии с самой реставрацией, чтобы вы видели работу специалистов. И сейчас я вас приглашаю внутрь. Мы с вами зашли через калитку. Вот представьте себе, здесь было перетянуто бельё. И приглашаю вас вот через эти двери зайти в дом Фёдора Ивановича. Но сначала хочу вам показать, как это выглядело во 78-м году. Вот так. Вход был заколочен потому, что коммунальная квартира имела совсем другой доступ снаружи. Бывший чёрный вход, через который заходили зеленщики, молошники, мясники и так далее. А бывший парадный вход был закрыт. И чтобы найти похожие на прежние карнизы и металлические украшения, металлические основы, реставраторы объездили огромное количество домов, обречённых на снос. И в итоге смогли найти точно такими же, как они были раньше у Фёдора Ивановича. Посмотрите. Точно такие же, как и при Шаляпине. Пойдёмте внутрь. Мы с вами в уютной прихожей Фёдора Ивановича. Усадьбы Шаляпина. И здесь, конечно, обычно много народу. Здесь можно всегда взять флайер, посмотреть, какие концерты будут в нашем музее, какие просветительские мероприятия. При Фёдоре Ивановиче на входе всегда стоял швейцар, длиннобородый Иоанн, как его называл писатель-скиталец, выставлявший руку вот так, чтобы никто не мог пройти из непрошенных гостей в дом. А при коммунальной квартире использовали вот этот небольшой входик как склад, склад для ненужных вещей. А бывшую небольшую костюмерную хранилище Фёдора Ивановича для шуб долгое время не использовали. Оно находилось вот здесь. Потому что там слишком пахло нофталином от моли. Ну, и моль, конечно, в коммунальной квартире неизбежное зло, но можно себе представить, чего тут только не было, какие события не происходили, и коммунальная квартира была очень дружной, несмотря на то, что здесь жило такое количество человек. 70 человек только в этом доме. И сейчас мы видим прекрасный картуш, замечательную арку, чудесную дверь, ведущую в гостину. все очень ухоженное, чистое, аккуратное. А как же это выглядело в самом конце жизни Вороньей Слободки на улице Чайковского? Давайте посмотрим. вот так. Та же самая арочка, тот же самый картуш, и двери очень похожие, посмотрите, как бережно воссоздали и рисунок, и даже ручки. И похожие двери будут встречаться нам по всему дому. Поэтому я вас приглашаю в первый зал усадьбы Шаляпина в кабинет. Федор Иванович здесь работал, писал письма, читал книги. Кабинет назывался кабинет библиотекой, и это единственная комната, которая прошу прощения, не была с обоями. Она покрывалась штукатуркой, чтобы настраивать хозяина на серьезный лад. И в этой комнате сейчас находится обилие подлинных вещей, сохраненных поклонниками Федора Ивановича и его детьми, передавшими фонд Шаляпина в музей. И здесь же обратим внимание на очень интересный момент, на паркет. Взгляните, при покупке усадьбы Иола Игнатьевна, супруга артиста, сразу же сделала ремонт, потому что дом после 20 лет проживания купеческой семьи был не готов к жизни Шаляпины. И она провела сюда канализацию, газ, электричество, и даже здесь появились телефоны, целых три, и пылесос. И, конечно же, внешне музей уже начал формироваться тогда, потому что туда люди приходили на экскурсию. В гости, как на экскурсию, никто никогда не видел пылесоса. И привлекали внимание не только технические новинки, но и такие детали, как разный рисунок паркета. Поэтому я обращу ваше внимание на рисунок здесь, в кабинете, и в гостиной, и в столовой, куда мы попадём совсем скоро. Он везде будет отличаться. А сейчас мы увидим с вами, как выглядел вход в гостину. Вот так. Тоже 1978 год. И, конечно же, разглядим рисунки на дверях. И, разглядывая, перейдём в гостиную. Эта гостиная больше напоминает картинную галерею, потому что здесь подлинники величайших русских художников. Исака левитана, апполлинария васнецова, константиную 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 коровую. коровую. Константин Вся стена украшена работой Константина Алексеевича. И над граммофоном тоже работа русского импрессиониста Константина Алексеевича Коровина. В этой комнате после революции подселили профессора Яблонского с дочерьми. И так как была всего лишь одна уборная и одна ванная комната на 70 человек, профессор хотел, чтобы его дочери были более-менее в комфорте. Поэтому здесь в каминной нише профессор сделал душевую. Конечно, чертежей не сохранилось и сложно сказать, как это сделать сейчас, но то, что здесь была душевая, это точно. Взгляните на позолоту потолка. При Иоле Игнатьевне потолок был белоснежный и только очищая мусор и прочую грязь с потолка, реставраторы поняли, что при Капитолине Баженовой он был золотым и решили восстановить то, что было с 60-х годов 18-го века. Это делали так. В каждой комнате, где проводилась реставрация потолка, снимали образец карниза, расчищали его, укрепляли, доводили до состояния модели, затем с модели делали форму и отливали весь карниз. Ну, а дальше проходила установка этих частей и золочения. И также было в следующей комнате в столовой. Куда мы сейчас с вами и направимся? Пойдемте. Столовая привлекает внимание своими размерами и буфетом. Буфет подлинный так же, как практически вся мебель в этом доме. Взгляните на картины, украшающие столовую. Это все подлинники Валентины Серова, Константина Коровина. Константина Коровина. Они хранились у Федора Федоровича Шаляпина. После основания музея он передал их в распоряжение этого государственного учреждения. И также вернулся в этот самый дом роскошный буфет, который здесь стоял, когда Шаляпин жил в этом доме на правах полноценного хозяина, а не одного из жильцов коммунальной квартиры. Потому что в 1918 году Федору Ивановичу и его семье супруги и пятерым детям выделили всего лишь три комнаты. Две супруги с детьми и одну для него самого. И вещи увозили. Увозили телегами, увозили машинами, в том числе и этот роскошный буфет, и этот стол, за которым могло поместиться огромное количество человек. Как говорила Лидия Федоровна, мне казалось, он мог растягиваться до бесконечности. И это действительно было так. В санатории узком находились эти вещи, ну а потом они вернулись сюда, в тот самый дом, где они должны были находиться. И также в этой комнате многим нашим гостям нравится камин. Он очень похож на настоящий, но конечно же это копия. А плиты настоящего каминоподлинника были пущены жильцами на посыпку дорожек и на лавке для бань. Осталось только две плиты, которые увез на детской колясочке последний секретарь Ирина Федоровна Анатолий Попов. Ирина Федоровна была старшей дочерью Федора Ивановича и Иолы Игнатьевны, в комнату которой мы сейчас с вами и перейдем. Эта комната принадлежала хозяйке дома, доброму ангелу, как ее многие называли. Комната визуально разделена на две части. В той части, где я нахожусь сейчас вместе с вами располагалась ее приватная зона для встречи гостей с диванчиком, столиком для вязания с книжным шкафом и так далее. А в другой части располагалась ее кровать. Давайте посмотрим, как это все выглядело в 60-м году, когда Борис Федорович и Хельча сюда приехали. Вот так это и выглядело. Там, где сейчас дверь стоял, шкаф, и стесняющаяся хозяйка рассказывала Борису Федоровичу о своей жизни. И вот здесь Федор Федорович показывает... Борис Федорович, прошу прощения, Борис Федорович увлеклась просмотром фотографии Федора Ивановича и Иолы Игнатьевны в сборнике, который на тот момент уже вышел. Очень хороший сборник. Рекомендую. И по логике должна была быть полностью замурована вот эта дверь, находящаяся за шкафом. Так почему же ее оставили? А потому, что она вела в бывшую ванную комнату Иолы Игнатьевны в ту самую комнату, где сделали потом коммунальную уборную, коммунальную ванную комнату, которой пользовались все по очереди. То есть мыться примерно можно было раз в неделю. Сейчас там кабинет научных сотрудников. То есть не каждый научный сотрудник может похвастаться тем, что он работает в бывшей ванной комнате. И рядом со шкафом расположен портрет Иолы Игнатьевны, написанный ее сыном Борисом Федоровичем, ставшим художником. И здесь мы видим ее выразительный взгляд, ее руки, ее осанку бывшей балерины, потому что бывших балерин не бывает. Видим ее платья, ее туфельки и один из главнейших артефактов нашего дома это венчальные свечи, с которыми молодожены стояли в храме села Гагина. Иолы Игнатьевны, любя своего мужа, подарила ему роскошный бильярд фирмы Шульс. На него мы сейчас и посмотрим в следующей комнате. Пойдемте. Вот мы прошли по коридору и видим бильярд фирмы Шульс. Да. 1863 года выпуска. Федор Иванович очень любил играть в бильярд и часто сражался на бильярдном столе вместе со своими друзьями, среди которых был и Максим Горький, и Константин Коровин, и Владимир Гелеровский, кого только не было. И эта комната была не просто залом для игры в бильярд, она еще была комнатой творчества, потому что здесь стояли мольберты и можно было на них рисовать. Рисовали прямо на стенах, потом стирали. Ну, а во время коммуналки комната была разделена на две. Очень удобное расположение двух дверей. Раз и два. сейчас я вам покажу фотографию, сделанную вот здесь, вот там, где мы с вами сейчас находимся. Вот она. Вот одна из двух комнат в бильярдной. Здесь практически всегда было холодно, потому что печи не топили, от роскошных голландок не осталось и следа. Кстати, именно из-за них Федор Иванович приобрел этот дом, ну, также из-за сада, из-за центрального месторасположения. Ох, я долго могу говорить о Федоре Ивановиче и об этом доме. Ну, мы пойдем с вами дальше, чтобы поговорить немножко еще о холоде и о печках буржуйках. Пойдемте во белый зал. Белый зал невероятно красив. Здесь у нас проходят концерты, детские мероприятия, и при Федоре Ивановиче он был точно таким же практически. пустой фояль Бехштейн. Только вот здесь у выхода на веранду стояли пальмы в катках. Особенно интересно смотрелась новогодняя елка. Шучу. На Новый год пальмы убирали. И после революции этот зал отдали революционеру Полуян. И вот здесь расположили буржуру, потому что было холодно. А мебели не хватало, и кресла Федора Ивановича стягивали вместе, и на них спали дети революционера. Комната тогда была гораздо меньше, потому что вот здесь поставили стену, и между двумя дверями был единственный коридор во всей коммунальной квартире. На удивление этот зал лучше всех сохранился. и вот этих прекрасных барельефных купидончиков пути, изображающих время года, восстанавливали сам чердака. Здесь внизу ставили лестницы с поролоном, чтобы, не дай бог, микроскопический конек не упал на пол. это была практически ювелирная работа. Зато посмотрите, как они красивы и живописны сейчас. И как они выглядели во время реставрации. Вот так она и велась. при Федоре Ивановиче здесь висела люстра во три света еще времен Людовика XV. Иола Игнатьевна приобрела ее у Капитолины Баженова, предыдущей владелицы, переделала ее в электрическую и эта люстра служила гордостью дома. Но новым жильцам такая роскошь не была нужна, они не знали, что это, и люстра была выкинута во двор, где и гнила позолота вместе с бронзой. И Федор Федорович очень переживал о том, что эта люстра пропала. Конечно, коммунальные жильцы делали это не со зла, они просто не знали, что это такое, потому что здесь была очень дружная компания, очень дружная семья, и они не хотели отсюда уезжать. Настоящая коммунальная большая семья. здесь жили и дворники, и профессор, и соратник Ленина, да, вот, и, конечно же, я очень долго могу говорить о жильцах, о этом доме, и вот эта спальня Федора Ивановича, конечно же, тоже была переделана, тоже из нее сделали одну из проходных комнат, точно такую же комнату сделали из бывшей ванной Федора Ивановича, и вот эта комнатка, любимая комната Федора Ивановича, которую он звал Голубятней, и антресолями, антресолями до того, как весь дом перешел во власть государству, а Голубятней после, и он уже, будучи в Париже после эмиграции, после 1922 года, сделал вот такую фотографию, на которой написал «Моя последняя комнатка в Москве». Вот так он и жил. «Моя последняя в Москве» «Моя последняя в Москве» «Моя последняя шаляпинская атмосфера». Я благодарю вас за то, что вы были на нашей экскурсии. Мы так незаметно пробрались к выходу, и я надеюсь, что вы к нам придете сразу же, как только закончится карантин. Мы будем вас ждать. Спасибо. Татьяна. Да, Михаил Аркадьевич. Спасибо большое за интересную экскурсию. У нас есть еще немного времени. Давайте посмотрим, есть ли вопросы у тех, кто нас слушает и кто нас смотрит. Я думаю, что не так часто можно увидеть музей Шаляпина без посетителей, без звуков. Когда входишь в этот музей, вы сразу слышите голос Федора Ивановича Шаляпина. И вам все время хочется идти на голос, потому что такое впечатление, что Федор Иванович в дальней зале распивается. Он как раз в каждой комнате так построен звуковой сценарий, что мы везде слышим голос хозяина дома. И про этот дом можно рассказывать много и интересно. Вы поняли, в каком красивом состоянии он находится сейчас и что с ним было и сколько Татьяна. 16 коммуналок был разбит. 16 семей заехало в этот дом. А Федор Ивановичу в этот момент досталось жить на самом верху в такой совсем маленькой комнатке, где он, где хозяин, бывший хозяин этого дома вселился. Он написал несколько своих известных строк. Я вам рекомендую почитать книгу, которую написал Федор Иванович Шерепин, которая называется «Маска и душа», в которой все описано и рассказано, в том числе про годы, счастливые жизни, годы в этом доме. Ну и то, что, как он говорил, он остался жить в этом скворечнике. наверху это тоже многое, что объясняет. А сегодня музей-усадьба Шаляпина это интереснейший и арт-объект, и интереснейший музей, это усадьба в центре Москвы с небольшим парком на сегодняшний день, хотя во времена Федора Ивановича Шаляпина территория его дома, усадьбы, она была гораздо больше. И это была парковая зона. И в этом доме собирались друзья, о чем очень интересно рассказывала Татьяна, и после спектаклей, после концертов ночью Федор Иванович обязательно приходил со своими друзьями. Вот сейчас мы ходим по комнате Иоли, Торнаги, супруги Федора Ивановича, вот ее платье, она была балерина, она танцевала в Миланском театре Ласкало, и закончив свою карьеру, она стала, у нее следующий был этап в карьере, она стала женой великого певца, и вот немного упомянула Татьяна о их венчании в селе Гагино, село Гагино, это Сергея Пасадская район Московской области, и там музей музыки уже на протяжении нескольких лет совместно с Шаляпинским обществом устраивает фестиваль на территории храмового комплекса, как раз в том самом храме венчались Федор Шаляпин и Иоли Торнаги, и сегодня существует музыкальный фестиваль, куда мы вас приглашаем, я надеюсь, в этом году, в этом году все-таки он сможет состояться, это будет в первых числах августа, следите за афишей, приезжайте, вы увидите, там очень много интересных исполнителей, и почувствуйте вот эту атмосферу, атмосферу, я думаю, что не случайно, Шаляпин выбрал это место для венчания. Татьяна, у нас есть еще немного времени, скажите, пожалуйста, что бы вы еще хотели рассказать после того, когда мы с вами прогулялись по залам дома Федора Ивановича Шаляпиня, тоже, кстати, обратите внимание, нахожусь непосредственно в доме, сейчас Федор Иванович только в другой комнате, что интересного, расскажите какую-нибудь историю про Федора Ивановича. Да, вот я сейчас перемещаюсь к вам, Михаил Аркадьевич, мы с вами вместе в гостиной. Да, это очень такой опасный момент попросить меня рассказать что-либо о Федоре Ивановиче, потому что я могу говорить о нем очень... У нас есть не более пяти минут. Ох, да, очень и очень долго. Так, что бы такое рассказать? Так, ну, например, вы обратили внимание наверняка, что здесь, когда мы гуляли по дому, всё в зелёных оттенках, в серо-зелёных, в гостиной, да, в столовой, в комнате Иолы, даже гостиная так и называется, зелёная гостиная. Почему? Это потому, что Иола Игнатьевна очень любила зелёный цвет. Она считала, что он умиротворяет, успокаивает и настраивает на определённый философский лад. и также после реставрации были восстановлены те же самые оттенки, максимально приближенные, максимально приближенные к тому, что было при Иоле и при Фёдоре Ивановиче. Вот так. Поэтому у нас зелёная гостиная. Спасибо. Ну, не будем открывать всех секретов. Мне кажется, мы должны вы, Татьяна, своим рассказом должны вызвать интерес всем тем, кто нас смотрит сейчас и кто вас слушает, тому, чтобы после окончания всех карантинных мероприятий обязательно прийти в музей Шаляпина, пройтись по этим красивым залам, послушать ваш рассказ, послушать музыку, прийти к нам на концерт или на какое-то иное просветительское мероприятие, коих очень много в музее Шаляпина. Приходите, я заранее хочу проанонсировать традицию, которая в долгие годы существует в музее, рождественские елки в доме Шаляпина, традицию, которую завел хозяин этого дома Федор Иванович Шаляпин, и мы нынешнее поколение продолжаем эти традиции, всегда в эти дни шумно и весело, много детей, подарки, елки, музыка звучит, в общем, все, что нужно для того, чтобы быть счастливыми. А еще в этом году у нас начались новогодние мероприятия для взрослых, и они тоже пользовались очень большим успехом, так что взрослых мы тоже ждем на Новый год. Вот видите, мы еще в мае мы думаем уже про Новый год, мы надеемся, что в скором будущем мы сможем открыть двери музеев, мы сможем вас встречать уже не виртуальном виде, а по-настоящему, вот так, как мы привыкли, мы всегда ждем вас, мы рады встрече с вами, я благодарю еще раз, с нами была Татьяна Шентарь, человек, который много что знает, и про дом Шалепина, и про Федора Ивановича Шалепина, и про его семью, и про его друзей, приходите, она очень много может интересного рассказать, благодарю вас, Татьяна, за интересный рассказ, спасибо за то, что вы были с нами, я благодарю всех наших зрителей ночи музеев, которые сейчас нас смотрят, и мы перемещаемся по музеям Российского национального музея музыки, и совсем через некоторое время, через короткое время, мы с вами встретимся в музее Прокофьева, а что там будет, это я расскажу вам отдельно, всего доброго, здесь завершаем, и переходим, перемещаемся в музей Сергея Сергеевича Прокофьева, до свидания. Михаил Аркадьевич, а можно мы включим еще голос Федора Ивановича? Конечно, у нас есть еще три минуты. Благодарю вас. Будем слушать. Мы будем слушать с вами сейчас совершенно великолепное произведение, а это вдоль по Питерской, потому что пройтись мы с вами по Питерской не сможем, и по Тверской и Емской мы тоже не сможем, а вот... Но с Федором Ивановичем пронесемся. Но да. Давайте послушаем голос великого Шаляпина. 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 Ну, мы завершаем на этом нашу экскурсию. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. Татьяна, спасибо. До свидания. Продолжение следует...